Министерство труда и социальной политики ЛНР на своем официальном сайте разъяснило изменения в минимальном размере оплаты труда и норме рабочего времени в связи с вхождением республики в состав Российской Федерации. Ведомстве напомнили, что законодательство РФ на территории ЛНР применяется с 30 сентября 2022 года. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 15 279 рублей в месяц. При оплате труда за октябрь 2022 года и в последующий период времени месячная заработная оплата работника, полностью отработавшись за этот период норму рабочего времени, без учета выплат за сверхурочную работу. В ночное время выходные и нерабочие праздничные дни должно быть не ниже минималки. В случае, если сумма начислена зарплатой ниже 15 279 рублей, необходимо произвести доплату до установленного уровня, говорится в разъяснении. Минтруд уточнил, что относительно заработной платы за 30 сентября 2022 года при необходимости может быть сделан перерасчет. Обследование материально-бытовых условий граждан, которые обращаются в Управление труда и социальной защиты населения за назначением разных видов пособий, основная задача отдела социального инспектирования. Специалисты отдела выполняют проверки и составляют акты в соответствии с действующим законодательством ЛНР. Подробнее об этом далее. Обследования главными специалистами отдела социального инспектирования осуществляются с целью обеспечения целевого использования бюджетных средств, направленных на предоставление государственных социальных пособий, и других видов социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством ЛНР. Так как предоставленные заведомо ложные и недостоверные сведения могут повлечь нецелевое использование бюджетных средств. Согласно порядку назначения и выплаты всех видов социальных пособий помощи на территории ЛНР, утвержденному постановлением Совета министров ЛНР от 25 июля 2017 года, номер 480, дром 17, с изменениями и дополнениями. Специалисты отдела проводят проверку целевого использования выплаченного пособия при рождении ребенка и составляют акты с выводами. Осуществляют обследование материально-бытовых условий семей по месту проживания заявителя по их согласию с целью определения состава и степени нуждаемости семей путем опроса заявителей, родственников, других лиц, которые проживают совместно с заявителями для назначения ежемесячного пособия малообеспеченным семьям. Проводят проверки факта надлежащего ухода за инвалидами первой группы или лицами, достигшими 80-летнего возраста и составляют акты проверки надлежащего ухода за инвалидами первой группы или лицами, достигшими 80-летнего возраста в течение одного месяца с момента обращения, впоследствии каждые 6 месяцев. Проводят проверки факта совместного проживания с инвалидом первой и второй группы вследствие психического заболевания для подтверждения факта совместного проживания с инвалидом первой и второй группы вследствие психического заболевания и ухода за ним. Если дейспособное лицо постоянно проживает на одной площади по месту регистрации инвалида, но зарегистрировано в другом месте, либо инвалид проживает по одному месту регистрации с дейспособным лицом. Проводят проверки надлежащего ухода за детьми-инвалидами каждые 6 месяцев с момента обращения и составляют акты проверки надлежащего ухода за детьми-инвалидами. Всего с начала 2022 года главными специалистами отдела социального инспектирования проведено 6673 обследования. Дополнительную консультацию можно получить по адресу город Красный Луч, улица Карла Маркса, 21, кабинет 21 или телефону 3-57-16. Возраст пенсионера – это начало новой жизненной ступени. В этом уверены красноучанки, слушатели университета третьего возраста. Они всегда находят себе занятия, рисуют, поют, посещают кружки и разные мероприятия, и всегда рады общению. А девиз студенток почетного возраста – «Хочу, могу, делаю». Очередное мероприятие состоялось для них в выставочном зале Дворца культуры имени Ленина. Там была проведена литературно-развлекательная программа на тему «Я на пенсии сижу, время с пользой провожу». В Красноучском комплексном центре социального обслуживания населения напоминает, что желающие посещать занятия могут записаться в университет третьего возраста по адресу Улица Проездная, дом 1, район Можзавода, или получить консультацию по телефону 2-02-05 или же 2-07-09. Спасатели Красного Луча оказали помощь в открытии дверей. Об этом информирует пресс-служба Красноульского ГПСО МЧС ЛНР. Вечером, 25 октября, на номер 101 поступило сообщение от дежурного полиции о том, что необходимо открыть двери жилой квартиры. На место был направлен дежурный караул пожароспасательной части номер 15. Они узнали, что женщина, вернувшись с работы, не может попасть с ребенком домой. В квартире находился муж и не отзывался, а изнутри в замочную скважину был вставлен ключ. С помощью выдвижной лестницы спасатель через окно проник в квартиру на втором этаже и открыл входную дверь. В комнате на кровати лежал гражданин 86-го года рождения с признаками инсульта. Ему незамедлительно вызвали скорую. Мужчину доставили в реанимацию в больнице «Известий». Опасность для здоровья, экологии и угроза возникновения пожаров. Сжигание осенней листвы и растительных остатков может принести серьезные последствия. Об этом наш следующий сюжет. Загрязнение атмосферы, которое происходит при массовом сжигании листвы, сравнимо с мощными промышленными выбросами. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение лета. Нередко с листьями в костра горит и мусор, а это несет еще более серьезную опасность. При сгорании, например, полиэтиленового пакета, в воздух высвобождается до 70 разнообразных химических соединений, большинство из которых ядовито для человека. Продукты горения оказывают вредное воздействие. Ухудшается самочувствие людей, обостряются хронические заболевания, особенно у лиц, страдающих астмой и болезнями органов дыхания. Специалисты утверждают, что один час, проведенный у костра из-за павших листьев, равносилен 5-часовому пребыванию на городской автомагистрали с интенсивным движением машин. Кроме угрозы здоровью, сжигание листьев и сухой травы несет опасность экологии. Разрушается почвенный покров, в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы, в сухих листьях сгорают зимующие в них насекомые. Уничтожение естественно-лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания грунта. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений. Наконец, при сжигании растительных остатков увеличивается угроза возникновения пожаров и возгорания жилых домов и построек. Краснолучский ГПСУ МЧС ЛНР обращается к жителям с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности. Самый безопасный способ утилизации осенней листвы – это компостирование, напоминают экологи. В результате получается ценное органическое удобрение. Кроме того, сухие листья используют как своеобразное одеяло на зиму для многих растений и саженцев. Новые победы красноурских спортсменов. Воспитанники детско-юношеской школы номер один вернулись с турниров, в которых заняли призовые места. Десять боксеров приняли участие в открытом традиционном первенстве по боксу в городе Куково. Девять спортсменов стали призерами соревнований. Трое из них победителями турнира и шестеро заняли вторые места. Спортсмены Киакушин карате приняли участие в международных соревнованиях открытых кубок Сейкен, который проходил в Москве и собрал участников 17 регионов России, а также Белоруссии, Молдовы, Казахстана и других государств. Наши ребята заняли три призовых места. Об этом сообщает сайт городской администрации. Праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню Народного Единства, состоится 29 октября в Луганске. Об этом говорится на сайте ЛИЦ. Жители республики приглашают посетить это мероприятие. Открытие ярмарки планируется с 10 часов по адресу город Луганск, улица имени газеты «Луганская правда» в районе стадиона «Авангард». В широком ассортименте там будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодо-овощная продукция, продукты пищевых предприятий по ценам товаропроизводителей. Музыка 27 октября 8 октября Православная Церковь будет чтить память преподобной Пороскевы Сербской. О традициях и приметах этого дня узнаете далее. Грязнуха, льняниха и трепальница – не самые благозвучные прозвища придумали в народе для Пороскевы, известной христианам как Пороскева Сербская. Память этой святой почитается 27 октября. С ее именем связано немало народных традиций и примет, в том числе и погодных. Конец октября – осень уже на закате, но зима еще не вступила в свои права. Нередко на Пороскеву погода была сырой, дождливой, грязной. Отсюда и прозвище – грязнуха. В народе приметили – на грязнуху не бывает сухо. 27 октября люди даже старались не выезжать из дому, чтобы не увязнуть в грязи, не промокнуть и не заболеть. Пороскева была в почете у женщин, которые любили ткать и прясть. Но заниматься этими делами в праздник было запрещено. Зато 27 октября начинали мять и трепать лен, поэтому Пороскеву и называли льнянихой и трепальницей. Также разрешено было шить. В старину на Пороскеву следили за погодой. Если день выдался сухим и ветреным, наши предки готовились к неурожайному лету следующего года. А вот яркие звезды сулили обратное. Каким будет 27 октября в Красном Луче, узнавайте из выпусков погоды. Смотрите в нашем эфире сразу после новостей. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok